Вся 14-я гимназия превратилась на один день в полигон для военно-патриотической игры «Зарница». Все, как полагается, капитаны докладывают о своей готовности к командующему игры, военному из Кантемировской дивизии. Я хочу, прежде чем пожелать вам удачи, сказать о том, что каждый день – это бесценный подарок. Быстро и правильно надеть костюм радиационной, химической, биологической защиты – первое задание для команды лингвистической гимназии. Всего для старшеклассников подготовлено 7 различных испытаний – и теория, и физподготовка. Быстро разобраться с костюмом РХБЗ – не самая тривиальная задача, потому что не во всех школах такие имеются. На самом деле все отлично отработали. Мы очень сильно переживали перед этим испытанием, так как не было определенной подготовки с РХБЗ и со всем этим оборудованием. Но мы отлично справились. Мы надеемся, что мы будем быстрее других команд и наберем более высший балл. Экстренная медпомощь – задание для ребят из Голицынской школы. У них, между прочим, самая заметная форма. Специально для Зорницы взяли на время у знакомого ВУЗа. Как известно, при разрыве вен и артерий кровь из человека может вытечь примерно за 60 секунд. Быстро и верно наложить жгут – спасти жизнь. Девочки очень долго тренировались. Я лично присутствовала на их тренировках. Сегодня немного нервничали, переволновались. Но в целом сняли всего лишь 15 баллов. Поэтому я считаю, что они большие молодцы. И девушки действительно оказались молодцы. Как стало известно чуть позже, голицынские старшеклассники стали лучшими из девяти команд участниц. Тем временем результаты постепенно стекаются в главный штаб игры. Сейчас Зорницы проводят буквально все – от ВУЗов до детских садов. Но вот Зорница 2.0 – это новый уровень. Игра должна стать флагманским проектом молодежного движения первых. Несколько этапов и с общенациональным финалом в виде большой телевизионной версии. Мы как от движения запустили эту Зорницу. Ребята, которые у нас числятся в движении, они принимают активное участие. То есть, если ты не зарегистрирован в движении первых, у тебя даже не получится подать заявку. Муниципальные – самый первый и самый простой этап отбора. Тем, кто пройдет дальше, обещают соревнования по управлению беспилотниками, битвы на лазертагах и даже управление экзоскелетами. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.